Всем привет, интернет! Четвертый обзор уже к ряду снимаю, проголодался, а я так-то на диете. Скоро весна, поэтому сейчас будем делать вкусный низкокалорийный смузи блендером из Китая. Пришел блендер для моего друга, помните, для того, для которого заказывал полуумный чайник. Он пришел вот в таком состоянии, такое ощущение, что где-то на китайской почте, знаете, каждый из работников вот так вот сел, жопой потоптался. И потом наши еще добавили. Шел, блин, дофига. Дней 40, но как бы дошел. Сейчас вскроем, посмотрим. И как бы надеюсь, что испытаем, надеюсь, что вот это вот все дело приехало в рабочем состоянии. Короче, вот такой вот блендер на 1100, аж на 1100 ватт от какой-то компании Soconi. Вот такой, слушайте, здоровый. Нифига себе, какой он здоровый. Вот такой, короче, ребята, блендерищик. Пришел для друга. Я уж не знаю, что он собрался там мешать. Ну, знаете, блин, похоже, у меня Витек раза в два, наверное, меньше, хотя тоже мощный. Похоже, что действительно на 1100 ватт. Такой дрелью... Не знаю, что он... Что-то тут... Что-то тут выпала какая-то фигня. Не знаю, что он собрался им мешать, но помешает он. Такое ощущение, что все, что угодно. Ага, вот так он закручивается. Вот так он, походу, откручивается. Причем, обратите внимание, что у него левая резьба, так называемая. А выпала у нас вот такая вот хреновинка. Которая здесь, опа, закрывает винтик. Готовчинка. Почти как новый. Как будто в Китай и не ехал. Вот такая у него основная часть. Блин, он реально мощный. Он прям такой мощный, прям такой тяжелый. Основная часть. Включение, она же, по всей видимости, да, типа первая скорость. И вот тут вторая скорость. Так, со скрипом и с хрустиком, да, типа так все нажимается. Ну, мы как на пианино же не будем играть. Просто взял так, нажал и все. Так что в этом отношении все клево. Часть вот эта, знаете, ну, как бы она покрыта по типу софт-тача чем-то. Что, как мне кажется, не есть хорошо. Там могут следы продуктов оставаться. Да и вообще начнет облазить. Это не есть гуд. Ну, и вот как бы у нас рабочая такая часть. Не очень, надо сказать, острая. Ну, сейчас посмотрим. Работает, бля, работает, Ребзя. Ууу, все, другу повезло. Ну, что, готовим смузик. Бананчик. Черносливчик. Курага. Штучки три. Орешков. Орешки полезно. Орешков много не бывает. Мороженка. Низкокалорийный у меня такой получается коктейльчик. И... Опа. Молочка. Ну, что, брат, готов? Ох, нифига себе. Да это на единички. Ого. Ого. Это были орешки. Что-то я с посудинкой однозначно промахнулся. Надо было... Что-нибудь поглубже. Но он пережевывает все. Это только первая скорость. Еще орешки. Это была курага. Шансов на выживание у нее не было никаких. Нагрелся, но выжил в этом неравном бою с курагой, черносливом и двумя видами орешков. Невероятный факт. Мощь. Китайская мощь в китайском девайсе. Слушайте, у него даже не погнуло. Я думал, он этого не выдержит. И не расфигачивая его рабочий вентилятор. Потрясающе. Выглядит не очень аппетитно, но очень вкусно. Настюха! Будешь вкусный смузи? А только ты дверь закрой. Ну, в смысле, выходи сюда. Тогда тащи кружку. Вкусненько. Молодец, Китайчик. На этом все. Всем пока. Вообще все переживал. Хоть бы хны. Орешки, курагу, чернослив. Классно сделано. Все такое стальное. Мощненько. Уплотнитель вон там резиновый, чтобы не протекал. Молодцы, китайцы. Годный девайс. Другу, я думаю, понравится. Класс. Красавчик. Красавчик.